Всем привет, это Едим ТВ, меня зовут Евграф, и вы смотрите шоу Ричен Бич. Это, кстати, пятый юбилейный выпуск. В этой рубрике я готовлю несколько версий одного и того же коктейля. Одну из самых дешевых ингредиентов, которые я нашел, другую из средних, народных, и третью из самого дорогого алкоголя, который я умудрился найти. Снимаю я сегодня в Лофти Компас, за что им большое спасибо. А пробовать полученные коктейли будет ничего не подозревающее Наталья Неиванова. И сегодня я готовлю виски-колу. Наверное, это самый народный коктейль в мире. Тут надо сказать, что количество разновидностей виски существует великое множество. То есть есть бурбоны, американские другие виски, скотчи, ирландские, такие-то, сякие-то. И я решил, что, чтобы сравнение было честным, я буду использовать один и тот же вид виски. И сегодня я буду использовать скотч. Причем обязательно произведенный в Шотландии, потому что есть некоторые производители, типа Fox & Dogs и так далее. Там написано скотч виски, но это российское производство, я его как бы не беру в расчет, потому что за не сильно большие деньги можно купить уже что-то прям из Шотландии. Сегодня, как и всегда, будет три версии, плюс еще одна четвертая, ставшая уже традиционной, извращенная версия. Помятую об ошибке, которую я допустил, когда готовил джинтоник. Положил лед сразу, и, соответственно, первая версия, которую я приготовил, она была более обводненной, чем последняя, в которую я только положил лед. Я буду лед класть в конце. Сначала все смешаю, потом положу туда лед. Ставьте лайк и погнали! В бич-версию у нас пойдет Вильям Лоссен. Самый дешевый виски, который я нашел, при этом скотч. Его, конечно, многие рекламируют. Не подумайте, что это реклама, нет. Мы просто его купил я его в магазине, покупал в Ашане, и 50 миллилитров я налью. Я выбрал Вильям Лоссен, потому что он был самый дешевый из шотландских виски. То есть он стоил 549, кажется, рублей за 0,5. А российские, там аналоги, вот эти все Fox & Dogs, они стоили там типа 400 с чем-то за 0,5. То есть не сильно дешевле. Смысла экономить совсем уж на спичках я не видел. Поэтому я купил вот его. Дальше в бич-версию добавляем колу. Это кола каждый день. Никогда ее не пробовал. Мне писали в комментариях, когда я готовил Лонг-Айлен, самый первый выпуск у нас, что надо было в дешевую версию наливать колу каждый день. Ну, пахнет как такая дешевая кола. В принципе, нормально. Колы нам нужно 100 миллилитров. Обычно, конечно, люди не замеряют таким образом, а просто доливают. Но у нас, поскольку сравнение должно быть максимально честным, мы наливаем ровно 100 миллилитров колы. Конечно, в реальной жизни я бы, наверное, не стал экономить до такой степени на коле, но, тем не менее, мы же решили сделать самый дешевый. Пометим коктейль трубочкой зеленой. И пока отставим в сторонку, потому что мы будем уже лед добавлять в конце, как я сказал. Версия номер два. Народная. Ну, условно народная, опять же. Типа, средняя по цене. Поскольку очень много разных скотчей есть по цене примерно как в Ильям Лоссен, то есть не хотелось покупать там за 650 рублей, а тут 550, чтобы разница была, я взял кое-что подороже. Чивос 12-летний. Он стоил всего 1700 рублей. Для наших целей это вполне себе нормальная тема. И я, кстати, помню, что это был первый виски, который я попробовал. Я его типа чистым такой, у меня уже было лет 18, допустим. Первый раз попробовал виски в баре, а потом мы купили Джек Дэниелс. Я думаю, типа, ну, наверное, Джек это то же самое. Попробовал его чистоганом. Такой, это же бурбон. Ну, я не знал тогда, что это бурбон. Чивоса 12-го мы наливаем тоже 50 миллилитров. Да, и, кстати говоря, сразу предупреждаю, сегодняшний выпуск будет не для слабонервных, особенно через некоторое время, когда идем до рич-версии. К Чивосу мы добавим обычной Кока-Колы 100 миллилитров. Я, кстати, не придерживаюсь мнения, что Кока-Кола типа всегда хороша и лучший вариант для всяких там простых коктейлей, типа виски-кола, ром-кола. Но это, конечно же, народный вариант, вне сомнения. Впендюрируем туда трубочку синенькую и отставляем в сторону. Переходим к рич-версии. Дорогой. И тут я хочу сказать еще такой момент. В комментариях у нас часто споры насчет того, что использовать ли безалкогольные ингредиенты разные или везде одинаковый алкоголь разный, чтобы почувствовать. У меня подход такой. Если два ингредиента в коктейле всего лишь, например, джин-тоник или там виски-кола, то оба ингредиента должны быть разные. Потому что если использовать одинаковую колу, то это будет просто соревнование виски в виски-коле, а это немножко все-таки другое. А если больше двух, то есть, например, вот я белый русский делал, там был кофейный ликер, водка и сливки, то сливки одинаковые, потому что кофейный ликер и водка в сочетании это все-таки разные вещи. То есть это не один напиток мы меняем. Понятен подход? Итак, рич-версия. Уберите от экранов ваших впечатлительных беков на рзи. Я буду использовать сингл-молд виски-обан. Естественно, он шотландский. За этот виски спасибо сайту Эльвайн. Виски-обан стоит 8550 рублей за 0,75. Я знаю, что многие, наверное, осудят меня, но ради эксперимента я готов на все. К тому же это всего лишь жидкость. Пахнет неплохо. То есть в этой порции, которой я наливаю сейчас 50 миллилитров, это у нас 570 рублей, ребята. О, да. Кстати, Обан Дистиллери, которая произвела этот виски, это одна из самых старых дистиллерий Шотландии. С 1794 года существует. Спирты получены с помощью двукратной дистилляции и выдерживаются не менее 14 лет в бочках из-под бурбона. Я думаю, что такой напиток не жалко и налить в виски колу. А в качестве кола я решил попробовать вот такую штуку. Coca-Cola Signature Mixers. Стоила она 200 рублей, там, 198 за 0,2. Это версия Вуди. Там у них есть спайси, такой-сякой. И по идее они сделаны, разработаны, как гласит легенда, специально для смешивания с алкоголем. Я лично предпочитаю Fentiment's. Ничего про это не знаю. Fentiment's Curiosity Cola рекомендую для смешивания с виски и так далее. Пахнет, ну, пахнет колой. Могу сказать, что я в диком восторге от запаха. Нужен нам так же, как и всех остальных напитков. 100 миллилитров. 50 и 100. Я смешиваю один к двум. В принципе, наверное, обычно люди смешивают типа один к трём, один к четырём, то есть меньше виски. Но в данном случае я хотел, чтобы виски проявлялся больше, чтобы где-то не было просто кола и чуть-чуть виски. Помечаем нашу Rich and Stupid версию такой вот с жёлто-прозрачной соломинкой и отставляем в стороночку. Потому что у нас есть ещё одна версия. Я думаю, что те, кто смотрели уже это шоу, знают, что сейчас будет. Но для тех, кто впервые, я так люблю развлекаться, вот, пожалуйста, «Виски энд кола Джокер». 64, по-моему, рубля стоит. 0,45. Кстати, они всегда по 0,45, никак не по 0,5. Её я просто налью 150 миллилитров. Пометим красной трубочкой. И, в принципе, все версии готовы. Осталось только в них положить лёд и пригласить Наташу, чтобы она попробовала. Но пить на голодный желудок вредно. Именно поэтому у меня сегодня с собой гренки Гринков. Многие помнят Гринков по пивным нашим выпускам, где мы их пробовали часто. Но теперь у компании Гринков появился собственный интернет-магазин, в котором можно приобрести весь их ассортимент в розницу или оптом с доставкой по всей России. И у них появилось три новых вида снеков. Гренки 3 в 1 с соусом и салфеткой. Очень удобно. Гренки Wave в форме волны. И чипсы. И, конечно, остались всеми любимые барные гренки и натуральные гренки. Лично я попробую чипсоны, потому что не пробовал, даже не представляю себе, что за чипсы от производителей Гринков. Очень приятные, легкие такие. Рекомендую. Но самая крутая тема это Гринки 3 в 1. Здесь прям сразу все, весь набор для того, чтобы поесть, вытереть руки или сначала вытереть руки, потом поесть с соусом и типа радоваться вообще. Ааа. Прикольно. Эти потверже. Мне нравится. Заказать можно по ссылке в описании. Ну и, собственно говоря, осталось только аккуратненько положить по 2 кусочка льда в каждый бокал. После чего можно будет пробовать коктейли. Ну и, конечно, какая виски-кола без лимончика. Опять же, я предлагаю зажмуриться тем, кто не хочет смотреть, как я кладу в односолодовый 12-летний виски лимончик. Но я уже положил, пока говорил, так же все нормально. Итак, версия Бич с колой каждый день и Уильям Лоссоном 56 рублей 4 копейки. Народная с Кока-Колой и Чивосом 177 рублей 7 копеек. Версия Рич с виски Обан Сингл Молт Кока-Кола Сигнеча Миксер 669 рублей. И извращенная версия Джокер Виски и Кола 21 рубль. Повторяю, Наташа не знает, что где, и сейчас она придет и попробует. Здравствуйте. 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 Так хорошо, что я отобрал Полину ее детскую подставочку. Ну давай, пробуй и высказывай. А что мы сегодня пьем? Знаешь? Ну ты должна это понять. Это часть загадки. Куба Либра? Я не буду ничего комментировать. Ты попробуй. Да, ты правильно делаешь, что перемешиваешь, потому что я не перемешиваю. Ну да, это... А нет, подожди, это не по Боливра. Виски-Кола. Да. Бинго. Банальные виски. Я просто пыталась какие-то сложные сочетания. Может быть это? Да нет. Это просто виски-Кола. Виски-Кола. Все просто. Как тебе синяя версия? Синяя версия не противная. Если честно, я не очень люблю виски-Колу. Виски я люблю больше, чем колу, скажем так. Ну там поэтому виски я делал один к двух. То есть там типа 50 виски, 100 кола. То есть прям много виски, короче. Мне нравится, я бы это пила. Значит синюю бы пила. Дальше давай, как в любом порядке. Это у нас белая, белая, желтая, полосатая. А я подкладываю, потому что я, естественно, все забыл, но я на этот раз записал. Итак, полосатая, желтая версия. Невкусная. Так. Невкусная, водянистая. Так, интересно. Нет, мне не очень нравится. Вот эта мне нравится больше. Синяя больше нравится. Синяя больше нравится, да. Хорошо. Переходим к красной версии. Красная версия. Это прям вот сильно отличается вот от этих вот двух. Это либо на виске спайси каком-то сделано, либо там что-то есть со специями. Она отдает цитрусовым и отдает чем-то коричнево-гвоздичным. Интересно. Хорошо. И дальше, наконец, последнее, бело-зеленое. А вот это, по-моему, самое обычное на виске кола, которое вот тут, ну, стандартное, там на Вильям Лоснусе и Коле. Голубой и красный я бы поставила на один уровень, но вот этот прям такой странный, фруктово-пряный и что-то с ним не так. Давай еще попробуй. Вот этот. Ну, девчачий, господи, ребят, царя. Красный больше всего понравился. Красный. первое место красный. Да, этот второе место. Второе место синий. Третье место. Зеленое, третье место. Четвертое, последнее место, бело-желтое. Первое место ты поставила красный. Красный это Джокер Виски Энд Кола из банки. Его себестоимость 21 рубль. Синий это народная версия. Там Кока-Кола обычная и Виски Чивос. Вполне себе прилично. 177 рублей у него себестоимости. Дальше у нас идет зеленый, бело-зеленый. Ты поставила его на третье место. Это действительно Уильям Лосон. Ты правильно все угадала. Правда, Кола там каждый день из-за шана. И суммарно это все 56 рублей 4 копейки стоит. И ты уже догадываешься, да, что на последнее место ты поставила виски Обен Сингл Молт и Кока-Кола Сигнича Миксер с Вуди. Себестоимость этой версии 669 рублей. Потому что бутылка виски, которая стоит 8550 рубликов. Могу, умею, практикую. Практически один в один, только наоборот. Ну то есть тебе больше всего понравилось из баночки? Да, мне понравилось из баночки. Бичевская версия, Гобаба. Бичевская версия, это даже не бичевская версия. Версия из подворотни. Я не ожидал. Ну то есть я догадался, что что-нибудь будет неожиданное. О, там просто много всего навалили. Там просто мало что осталось. Это даже если по мне не очень. Это че-то чересчур какое-то сладкое, чересчур какая-то там вот эта вся химиотерапия. Не, это мне не нравится. Мне интересно, я сам не пробовал еще. Мне интересно попробовать. Не буду сразу на дорогой. Переходить. Вот крепковато, ну ничего. Это Этот самый, William Lawson, да, у нас? Да, да, это William Lawson. Ничего. И каждый день. И причем, кстати, кола даже и неплохо здесь, по-моему. То есть я ее не пробовал. Она просто стоит 14 рублей, вот эта бутылка. 14,9. То есть себестоимость колы, которая сюда пошла, 1 рубль с чем-то. То есть практически бесплатно. Ну, я колу не очень. Не, я тоже спокойно к коле отношусь, а отдельно я бы ее не стал пить. Так, давайте посмотрим дальше. Народная версия с Chivas. Ну, условно народная. Скорее, это больше народная. Ну, да. Ну, там из-за того, что Chivas, он более копчененький. Я этого не почувствовала. Ну, нет, я его прям очень почувствовал. Я как раз не люблю копченость. То есть если выбирать из Chivas и Lawson, я бы Lawson выбрал. Не потому, что нам заплатили, как все обычно платят, а потому, что он мягче. Ну, если вы любите копченый, конечно, это ваш выбор. Ну, и посмотрим, что у нас тут, значит, самый дорогой. Ну, он тоже копчененький. Ну, не знаю, мне больше нравится, чем этот. Я могу понять, чем он не понравится. Он более характерный, он более ядреный. Ну, наверное, да. Ну, в общем, вот такие результаты. У нас все честно. Позорище. Просто я сегодня позорище. Не, ну, честно, вот это ты прям, что-то прям, чересчур. То есть я могу, все могу понять, кроме того, что из банки первое место. Мне кажется, я бы его не поставил. Но, как бы, мое мнение здесь ничего не значит, потому, что я-то в курсе, что здесь был налит изначально. Когда ты мне будешь звать на сладенькие, вкусненькие такие, вот девчачек. Пожалуйста. Может, это бармен, бармен налей виски и оставь в банку. Даже когда на всех тусовках пьют виски колу, я пью виски с яблочным соком. Я не люблю. Я, в принципе, виски тоже не люблю в чистом виде. Слушай, да, из них сейчас вышли газы, она стала паршивая. Это ты просто узнала. Мне кажется... Ты думаешь... Ну, кстати, да, мне кажется, знание восприяет на... Сильный психологический эффект. На восприятие влияет. Поэтому я не поддерживаю такой, типа, общий смех над людьми, которым говорят, что это дорогое вино. И они говорят, да, ну, хорошее. А потом говорят, это же самое, типа, дешевое. Они такие, да, похуже. Потому что это действительно влияет. Ну, то есть, как бы, это знание, которое делает что-то... Меняет вкусы, меняет восприятие. Но вот такой вот у нас сегодня эксперимент. Спасибо, Наташа. Можешь спускаться обратно на свой уровень. Вот такие дела. Спасибо, что смотрели. Если вам не понравилось, можете поставить дизлайк. Но если понравилось, то вы тоже можете что-нибудь поставить. Спасибо Компас Лофту за то, что мы здесь снимали. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. В Телеграме, в Инстаграме и прочих. А также, конечно, подписывайтесь на наш канал. И ставьте колокольчик, если вы этого еще почему-то не сделали. Купить гренки гренков можно по ссылке в описании. В их собственном интернет-магазине с доставкой по всей России. Остальные выпуски Rich and Beach вы можете посмотреть в плейлисте. Ссылка в описании и в углу экрана. Если вы хотите получить скидку 35% на весь ассортимент сайта Эльвайн, переходите по ссылке в описании и вводите там промокод ЕДИМТВ. Естественно, скидка не распространяется на спеццены и скидочные уже позиции. Кстати говоря, вот этот вискарик за 8550 это спеццена. То есть на него скидка не распространяется. Сорян. До новых встреч, дорогие друзья. Спасибо, что нас смотрите. Пока. Ну и, конечно, в комментариях пишите обязательно, что еще приготовить в рубрике Rich and Beach. Тут как бы вывод какой мы можем сделать. Не то, чтобы дорогая версия хуже. Просто, конечно, все зависит сильно от сочетания. То есть это должно сочетаться. Сейчас мы проведем маленький эксперимент. У нас есть бутылка колы. Просто за стакан в ленинке есть немножечко лос. Я хочу сравнить с колой вот этой вот понтовой за 200 рублей. Маленькая бутылочка. И с обычной. Так. Ну, кстати, вкусно. И лосон очень быстро. Но он, конечно, похолоднее. Я немножко разбавлю, но все-таки. Ну, мне кажется, я его меньше сюда налил, поэтому поприятнее. Но в целом есть ощущение, что виски настолько мощные по вкусу, в принципе, любой, что кола не особо влияет, в принципе. То есть главное брать подходящие виски для коктейлей. Видимо, дешевые. Коктейль-идиот. В принципе, у нас получился коктейль-идиот. Совершенно верно. Я даже когда готовил, я сказал, типа, это версия бич, это версия такая, это версия rich and stupid. Потому что так и есть. Ну, в следующий раз, видимо, будем делать ром-колу. Ну, не в следующий раз, а когда-нибудь. И там будет как-то иначе, может быть. Грянка, конечно, под пиво. Но, в принципе, запивать односолодовую... Из баночки можно, да. Да, из баночки можно. И односолодовую 12-летнюю тоже спокойно. 14-летнюю, парадон.